Один из телеграм-каналов даже написал, что Лукашенко заявлял неофициально о Путину, что он заболел, чтобы перенести этот визит или отменить его, или что-то еще. Не знаю, можно ли доверять телеграм-каналам, в частности, этому, но... Лукашенко заболел, по-моему, давно. Я даже знаю, какой болезнью. Да, видите, мы с вами одновременно начинаем говорить в трансляции, но очень интересная цитата Лукашенко, сейчас дословно ее не приведу, о том, что вот с визитом Путина сейчас начинаются разговоры, мол, Беларусь теряет субъектность, и, значит, тут русские ходят прямо по улицам. Нет, власть остается за мной, только я и коллеги по правительству будем, значит, тут править. То есть, уже истерически Александр Григорьевич, пуская вот свои эти картофельные слюни, доказывает, что он тут царек-королек. Александр Григорьевич, он, конечно, я об этом неоднократно уже говорю, он политическое животное, которое очень хорошо знает, как держаться за власть. У него все нацелено на удержание власти, потому что потеря власти для него обернется физической ликвидацией, катастрофой. Он понимает, что как только он потеряет власть, все, его нет в живых. Поэтому он должен держать власть, пытаться договориться со всеми, с Путиным, с Западом, с Украиной. Я не удивлюсь, если он ведет переговоры с Украиной, я не удивлюсь. Если Лукашенко и наши представители в диалоге, я не удивлюсь. И это нормальная ситуация. Мы должны быть в диалоге со всеми, кто сегодня может нам не принести беды хотя бы. Поэтому он будет сопротивляться из последних сил. Он понимает, что белорусская армия не мотивирована воевать против Украины, плюс напугана явно. Потому что не скрыть потерь русских, не скрыть. И того, что у нас есть оружие, чудо оружия, и того, что мы воюем как звери, этого не скрыть. И белорусы, конечно, вояки белорусские, если можно их назвать вояками, они боятся. И чего они попрут в Украину, с какого, извините, перепуга. Это же не российские сумасшедшие эти. Поэтому плюсы в белорусском обществе, нет такой ненависти к Украине, как в российском. Белорусы уважают, любят Украину. Лукашенко это все понимает. Если он отдаст приказ, я не сомневаюсь, что Украина уничтожит его физически. И вообще сомнений нет. Никаких. Он не спрячется нигде. Разве что, если его вывезут куда-то в Москву. Поэтому он все взвешивает, все понимает. И я думаю, что если даже он пообещает Путину вторжение, он его обманет уже далеко не в первый раз. Он вообще обманщик по натуре. Он любит обманывать. Шалунишка. Так, нашим зрителям напомним, пожалуйста, что нужно подписаться на 4 ютуб-канала. Ютуб-канал Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона, Олеся Бацман и ютуб-канал Голованов. Пожалуйста, в описании вы найдете ссылки. Подпишитесь, колокольчик. Все атрибуты ютуба, пожалуйста. Колокольчик. Колокольчик. Динь-динь-динь. Так, у вас вышло свежее интервью с Алексеем Арестовичем. Прогулялись вы по Байковому кладбищу. Там уже миллионные просмотры. Кто-то хейтит, кому-то нравится. Самое интересное в одном предложении из этого интервью. Самое интересное это комментарии, которые российские буты пишут. Они пишут, присматривают себе место. Да, значит, ну мне пришла в голову идея такая поговорить с Алексеем в каком-то таком месте, в котором мы еще никогда не говорили. Ну по Киеву гуляли, по скайпу разговаривали. Ну думаю, пойдем на Байково кладбище. Почему? Потому что две причины. Потому что это знаковое кладбище для Украины. Там похоронены лучшие люди Украины за последние несколько столетий. Оно открыто в 1834 году. А там похоронена вся гордость Украины от, не знаю, Леси Украинки до Левка Лукьянов. Это первая причина. Вторая. 6 декабря мы гуляли по кладбищу с Алексеем. Этот день, особенный для Украины, в этот день, в 1991 году, 31 год назад, Леонид Кравчук поставил подпись, и Витольд Фокин, премьер-министр Украины, поставили подпись под Беловежским соглашением. Которая знаменовала развал империи зла Советского Союза и фактически сделала Украину независимым государством. Поэтому мы подошли к могиле Леонида Макаровича Кравчука тоже, который скончался, к сожалению, в этом году. Поклонились его памяти. И просто провели очень интересный разговор с Алексеем. Это интервью было несколько дней первым в трендах Ютуба в семи странах. Оно набрало суммарно только в Ютубе на двух моих каналах 2 миллиона 200 тысяч просмотров. На сегодняшний день оно набирает каждый день. Плюс миллионы-миллионы просмотров в ТикТоке, в Инстаграме, на сайте Гордон, в Телеграме и так далее. Рекомендуйте к просмотру зрителям. Я прошу зрителей продолжать писать в комментариях, если вы еще не написали, где вы нас смотрите, где вы живете. Пожалуйста, страна и город. Нам это очень важно. Где вы нас смотрите и зачем вы нас смотрите. И зачем. Да. И, конечно же, хотел... Вообще, я хочу сказать, что не тратьте лишнее время и не смотрите нас. Шутка. Так, коротко тогда. Вот если зайти в тренды Ютуба, там можно увидеть там Арестович с Фейгином, Арестович с Гордоном, Арестович с Фейгином, Арестович что-то еще. В чем успех Арестовича, если вот так лаконично? Успех Арестовича в Арестовиче. Значит, в его личности. Он очень харизматичен, он умен, он хорошо образован, он же сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, если кто не знает, на всякий случай скажу. Он понимает предмет, о котором говорит, и он, конечно, это, наверное, самое главное, он обладает прекрасной подготовкой, качественным психотерапевтом, он успокаивает людей. В самое тяжелое время, я хочу сказать, что многие этого не забудут, в самое тяжелое для Украины время, когда у многих была паника, растерянность, тревога, спокойный размеренный голос Алексея Арестовича возвращал людей в состояние реальности, успокаивал их, вселял надежду. Его знаменитая фраза о том, что война закончится через 2-3 недели, просто принесла радость миллионам украинцев и спасла многих от самоубийств, я вам больше скажу. Я знаю такие примеры. Да, ну справедливость ради, да, скажем, что он говорил, что не война закончится через 2-3 недели, а будет переломный момент. Ну, хорошо. Вы знаете, в конце нашего интервью крайнего, я спросил Алексея, когда закончится война, он сказал, через 2-3 недели, максимум до 2035 года. Ну, вот такой разлет, конечно, тут можно шутить над этим с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, ну, до 35-го года, почему не до 25-го? Я оптимист, я считаю, что я верю в карму, в кармические вообще вещи, я считаю, что русским хана, не русским как народу, а русским как государству. Россия хана, Путину дважды хана, и всей этой банде его тоже. Мы все равно победим, у нас вообще нет другого выхода, никакого, и даже мыслей других у нас нет. Мы победим, вопрос во времени. А это уже зависит от целого ряда причин. Объем помощи наших зарубежных друзей, партнеров, вот дадут они нам, допустим, завтра. Еще хаймарсы, еще гаубицы, еще, да, не просто хаймарсы, а хаймарсы с дальностью полета снаряд на 600 километров, да, от Акамс. Дадут они нам F-16 самолеты, например, дадут они нам ПВО, достаточное количество, Патриот. Ну, я думаю, это тогда 2-3-4 недели максимум, мы уже все, решим все свои вопросы. Вчера, кстати, в эфире с Фегиным Алексей Ристович был уже не столь оптимистичен, сказал, что это война, затяжной конфликт. Полтора-два года или больше года. Да, больше года будет через два месяца, мы понимаем, что через два месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев. В принципе, можно квалифицировать как затяжной конфликт, сказал он про войну в Украине. Ну, то есть, когда он говорил полтора-два года, это имеется в виду, ну, сначала не еще полтора-два года, а сначала с 24 февраля полномасштабного вторжения. Вот, поэтому, ну вот, скоро год будет, Дмитриевич. Вы, как оптимист, думаете, война закончится в 23-м? Я думаю, что война закончится. Я думаю, что Украина победит. Когда это произойдет, ну, никто не знает. Может быть, через месяц. Может быть, завтра. Может, завтра закончится. Может. Субтитры создавал DimaTorzok